...человека в том, что он делает то, что как бы Бог предопределил. К сожалению для нас, Павел напрямую на этот вопрос не отвечает. Но он затрагивает вопрос сердца, который как бы... из-за которого возникает этот вопрос. И ответ как бы заключен во взаимоотношениях между Творцом и Творением. То есть взаимоотношений человека и Бога. Если Бог творец, то значит он может сделать все, что он хочет. И его милость заключается в том, что он не делает с нами то, чего мы заслужили. Если вы что-то... или другими словами. Если вы что-то создаете, вы не ожидаете, что это создание или это творение, которое вы создали, оно будет как бы с вами дискутировать или против вас что-то говорить. И, например, вы делаете что-то своими руками, вы делаете то, чего желает ваше сердце. И вот таким образом Павел начинает отвечать на этот вопрос. Он дает иллюстрацию горшечника и глины. В стихе 20 и 21 Он говорит, «Кто ты, а я, милый человек, чтобы говорить с Богом? Что, что он создал, скажи ему, кто это создал, «Почему ты мне так делал?» Или у него нет права, чтобы сделать из определенного лампа клей этот пот для уважаемого использования и этот пот для неуважаемого использования? Я читаю из Еврейского Нового Завета. «Кто ты, простой человек, чтобы спорить с Богом? Скажет ли изделие, создавшему его, зачем сделал меня таким? Разве гончар не вправе сделать из одного кома глины один кувшин для почетного использования, а другой для непочетного?» И цель Павла здесь такова, что он хочет поставить человека в правильную позицию, в отношениях между Богом и человеком. Если Бог не будет избирать, никто не будет спасен. В Римлянам 3, 11, сказано, «Нет разумеющего, никто не ищет Бога». Другими словами, люди не потерялись, не отпали от Бога, потому что Бог ожесточил их сердца, а их сердца ожесточились, потому что они отошли от Бога. И когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что Бог делает то, что Он хочет. Если бы Бог не избрал нас, мы бы не спаслись. Мы уже наполнены грехом. Мы отпали от Его стандартов праведности. И мы потерялись, потому что мы являемся грешниками и не ищем Бога. И иногда мы думаем так, что это мы искали Бога, мы нашли Его, и мы счастливы. Это как бы с ног на голову, это неправильно. Вначале Бог возлюбил нас. Не мы возлюбили Его первыми. Он показал Свою любовь нам, и Он достиг наших сердец. От нас зависит принять Его, потому что Он избрал нас. После этой иллюстрации идет применение. В 22-23 стих. Now, what if God, even though He is quite willing to demonstrate His anger and make known His power, patiently puts up with people who deserve punishment and were ripe for destruction? What if He did this in order to make known the riches of His glory to those who are the objects of His mercy, whom He prepared in advance for glory? В таком случае, что из того, если Бог, хотя и желал показать свой гнев и проявить свое могущество, все же был терпелив и снисходителен по отношению к людям, заслуживавшим наказание и достойным гибели? Что если Он сделал это, чтобы показать богатство Своей славы тем, кому обращена Его милость, кого Он предназначил для славы? Вначале Павел говорит о неверующих как сосудах, предназначенных для уничтожения. Он использует what is known as the Greek middle voice. It has a different impact. The middle voice. Yeah. It's a literary term, which means that there are two types. You'll come across the next one. We have the middle voice, the passive voice, and you have the strong voice. What it means is this. Let's just go there. That men make themselves ready to be destroyed. This is implied in the Greek. Вот это вот описано в греческом языке. I'm not quite sure what it says in the Russian translation. Не знаю, как точно оно написано в русском переводе. In the English translation, in the one I have anyway, patiently put up with people who deserve punishment and were ripe for destruction. Yeah? So, it is their own sin that condemns them. То есть, сам грех людей обвиняет их. Because in reality, God has been long suffering. Потому что в реальности Бог долго терпел, долго страдал. Он был милостив. And therefore, there can be no real complaint against Him. И то есть, на Него нет никакой жалобы. God has endured with much long suffering vessels that have been actually making themselves ready for destruction. И Бог, пока Бог вот терпел и страдал, вот все вот эти вот, весь этот грех людей, эти сосуды готовили себя для разрушения, то есть люди. Because of the way behave, because of the sin that we do, because we do not, we are not obedient to God's word. из-за поведения, из-за греха и из-за непослушания Бога. И таким образом люди приготовляют себя для того, чтобы быть уничтожены. Если же Бог приходит, только тогда, когда Бог приходит со своей милостью и благодатью, если бы Бог не пришел со своей милостью и благодатью, то все были бы уничтожены. И в 23 стихе Павел говорит о сосудах милости. И здесь как бы пассивный глагол используется, чтобы показать, что мы были созданы для спасения или мы были взяты для спасения. Окей? While men make themselves ready for destruction, пока одни готовили себя для уничтожения, пока одни люди сами себя готовили для уничтожения, Бог работал с другими людьми и готовил их к спасению, которые были открыты. И для тех, кого Он делает способными к спасению, тем Он делает богатство Своей славы, которое было приготовлено заранее. Окей? Это целый идея, что Бог от самого начала, даже до творения, то есть в этом смысл, что Бог от самого начала еще до творения, приготовил все для того, чтобы мы вошли в те отношения, которые Он желает. Окей? Теперь 24-й стих. То есть нам, призванным не только из числа евреев, но и из числа язычников. Другими словами, здесь подчеркивается то, что Бог, Он как бы простер свою руку к нам, Он обратился к нам и сказал, примешь ли ты то, что я даю тебе? И смысл в том, что здесь Павел объяснял и имел дело с национальным избранием. Тот же принцип, Павел пытается показать, что тот же принцип действует касательно индивидуального избрания. И до этого Павел говорил о двух разных группах евреев или двух Израилях. То есть о евреях, которые приняли мессианство Иешуа. и о тех, кто не уверовали в Иешуа. Окей? Но теперь Он обращается к призванию язычников. И Он отмечает, что среди язычников есть тоже те, кто приготовлены Богом для получения спасения. Так как Павел движется уже к выводу этого раздела в 25-м по 29-й стихи. Павел отмечает в 24-м стихе, что вот эти вот сосуды, предназначенные для милости, также являются, есть среди язычников. В 25-м и 26-м стихе Он цитирует пророка Иосию. Окей? Как он и говорит в книге Гошей, бывших не моим народом, я назову моим народом, бывшую нелюбимой, я назову любимой. И в том месте, где людям говорили «вы не мой народ», они будут названы сыновьями живого Бога. Окей, давайте посмотрим на эти стихи, просто быстрее, потому что есть несколько моментов, которые я хотел бы указать. Окей, Господь от начала призвал Израиль, и избрал его, и назвал своим народом. И также через весь Танах он показывал, что он любит этот народ. Но теперь он показывает, что это не только еврейский народ, но он показывает, что среди других народов, среди язычников, среди Гоим, есть тоже избранные люди. И в 26-й говорит «вы не мой народ», они будут названы сыновьями живого Бога. Есть ли у кого-то идея о том, что это за место, о котором говорится и в том месте, где людям говорили? У кого-нибудь есть идея об этом поводу? Что это за место? Да, вот. Что это за место? Кто он говорит? Он имеет в виду конкретно Иерусалим. О ком именно он говорит. О язычниках, о Гоим, о тех, которые пришли из других народов. Потому что в еврейском мышлении витала такая мысль, что язычники или Гоим, они не имеют части в Израиле. И евреи говорили язычникам, что вы не являетесь народом избранным. То есть, имелось в виду, что евреи считали, что все, что касается избранности Божьего народа и всех этих моментов, которых Бог обещал, там не участвуют язычники. И я считаю, что мы придем ко времени, когда это буквально исполнится, это пророчество. Потому что в том месте, в котором Бог поставил свое имя, то есть, Иерусалим, и дал землю Израиля, народу Израиля, но Он сказал, что Иерусалим мой, он принадлежит мне. И я считаю, что именно в этом месте это произойдет. Что те, кто пришли от других народов, от Гоим, им будет сказано евреями, познавшими, что Ишуя есть Мессия, им будет сказано, что вы тоже сыновья живого Бога. И здесь Павел цитирует два отрывка из Осии. И здесь Павел отмечает, что это еще не исполнение того, о чем говорит Осия. Но как бы эта ситуация уже переменяется, потому что обстановка уже похожая на то пророчество, о котором говорит Осия. В 25-м стихе это цитата из Осии 2-й главы 23-го стиха, где говорится о том, Бог утверждает, что Израиль его народ. Но из-за того, что они согрешили, Бог собирался изгнать их из земли. И на определенный период они перестали быть его народом. Но если смотреть на общую перспективу, то Израиль является всегда Божьим народом. Но получают они всю пользу и все благословение Божие только тогда, когда верят. Специально говоря, Израиль начался как быть Божьим народом. Израиль стал как Божьим народом. Как бы через личный опыт Израиль стал Божьим народом. Но когда Бог говорит, что они больше не будут получать преимущества того, что они его народ, речь идет о конкретном периоде времени. Но потом Израиль покается и они снова станут Божьим народом. И здесь у себя как бы говорит о том, что Израиль снова перемещается из положения не мой народ в положение снова мой народ. Из 26 стиха это цитата из оси первой главы десятого стиха. язычниками веровала в состоянии И то же самое произошло с язычниками, которые уверовали. В состоянии неверия язычники не были божьим народом. Но согласно этому стиху язычники стали сосудами милости и Бог приготовил их для получения спасения и они стали его народом. Они переместились из состояния не мой народ в состояние мой народ. из-за вот этого момента схожести Павел раскрывает призвание язычников здесь. Осия говорил конкретно о десяти коленах Израиля. Павел говорит о праведном остатке Извините. Петр то есть Осия говорил о десяти коленах Петр в послании говорил о он сравнивал праведный остаток и всю остальную часть Израиля. Но Павел из-за схожести ситуации применяет то же сравнение к язычникам. И таким образом из-за того что много язычников стали сосудами милости многие евреи стали сосудами для уничтожения. С 27 по 29 стих Израиля referring to Israel cries out even if the number of people of Israel is as large as the number of the grains of sand by the sea only a remnant will be saved for Adonai will fulfill his word on the earth with certainty and without delay also Yishayahu said earlier if Adonai had not left us a seed we would have become like Sodom we would have resembled Amora but Yishayahu if Yishayahu was even the people were like water and only will him and Adonai содержит his word on earth not to be as as said Yishayahu if Adonai not left us we would be the same that is the same and would be Amora В 27-м стихах Павел цитирует Исайю, 10-я глава, с 20-го по 23-й стих. В 27-м стихе смысл в том, что только остаток спасется. В 28-м стихе смысл в том, что Господь исполнит Своё Слово, и остаток выживет, спасется. И здесь как бы Павел снова подтверждает то, что он уже сказал в 6-м стихе. Говоря о том, что Божье Слово, оно не утратило свою силу только потому, что Израиль отверг Ишо, как Мессию. Но все это часть Божьего плана. В 29-й стихе, это из Исайи 1-й главы 9-го стиха, цитата. Что если бы Бог не явил Свою благодать, то было бы полное уничтожение Израиля. И именно через этот остаток праведный Господь исполнит Свою волю. Не через весь народ. И Господь сохраняет жизнь всему народу благодаря праведному остатку Израиля. И здесь, с другой стороны, праведный остаток Израиля, он ответственен за то, чтобы весь Израиль продолжал существовать. Именно поэтому все попытки уничтожить Израиль Все попытки уничтожить Израиль, они провалились, потому что всегда оставался праведный остаток Израиля. И, как бы, чтобы в качестве итога или вывода для всего этого раздела Павел снова говорит, что из-за неверия или отвержения Ишуа как Мессии со стороны Израиля, Божий план все равно продолжает действовать. Все это происходит, наоборот, согласно Божьему плану. И в Божьем плане было то, что Израиль отвергнет Ишуа как Мессию. И через это отвержение милость излилась и явилась Гоим, или Язычникам. И милость, явленная Язычникам, не означает, что теперь евреи будут отвержены. Или исключены. Потому что среди еврейского народа существует праведный остаток Израиля. Таким образом, есть сосуды милости как между евреями, так и между Язычниками. Но с другой стороны, есть и сосуды гнева, сосуды для уничтожения, как среди Язычников, так и среди Иудеев. И причина, по которой Евангелие легко распространилось среди Язычников, в том, что как раз Израиль как народ отверг Ишуа как Мессию. Это то, что Бог запланировал в Танахе. Потому что Павел здесь цитирует и проповедует то, о чем говорил Исайя. Исайя 49, 1-13. С 1 по 13 стих. Давайте прочтем. Исайя 49, 1-13. Исайя 49, 1-13. Исайя 49, 1-13. Исайя 49, 1-13. Let me pull it up here. Maybe it's just better you just read it in Russian. Я читаю из нового перевода. Слушайте меня, живущие в далеких краях земли. Слушайте все народы. Господь меня призвал еще до моего рождения. Господь назвал мое имя, когда я еще был во чреве. Язык мой уподобил острому мечу. Спрятал меня в ладонью своей. Уподобил меня острой стреле и хранит меня в своем колчане. Господь сказал мне, ты, Израиль, мой слуга. Я сотворю с тобой чудо. Ответил я, я тяжело трудился и изнашивал себя, но ничего полезного не сделал. Я все силы растрачивал, но не добился ничего. Господь решит, что сделает со мною. Решит, как наградить меня. Он меня создал в теле матери моей, чтобы я мог быть его слугой и привести к нему обратно Якова и Израиль. Такую честь мне оказал Господь, и от Него я силы получаю. Господь мне говорил, ты самый нужный мой слуга. В неволе народ Израиля, но он ко мне вернется. Семья Якова ко мне придет. Но у тебя есть дело поважнее, чем это. Светом для народов я сделаю тебя. Моим путем спасения всех людей земли. Господь Искупитель и Святой Израиля говорит. Покорен мой слуга, и презирают его люди. Он раб царей, но все цари его увидят и почести окажут. Князья ему поклонятся по воле Господа, который верен, и Святого Израиля, избравшего его. Господь говорит. Настанет время, когда я явлю я доброту мою, когда отвечу на твои молитвы. День, когда я тебя спасу, особым будет днем. Я помогу и сберегу тебя, ты станешь свидетельством завета моего с людьми. Разрушена страна, но ты вернешь обратно эту землю людям, которые владеют ею. Ты скажешь узникам, выходите из своей темницы. И скажешь тем, кто в темноте, выходите из тьмы. И будет у людей еда в избытке на пути и даже на холмах бесплодных. Они не будут знать ни голода, ни жажды, ни зной, ни ветер им не повредят. Поскольку Бог утешит их и поведет. Бог поведет их вдоль ручьев прохладных. Я для моего народа сравняю горы. Дороги проведу и подниму. Взгляни, ко мне придет народ издалека. Кто с запада, кто с севера, другие земли с синим египетской земли. Радуйтесь небеса, кричите от радости горы. Ибо Господь утешил свой народ. Он добр к бедному народу своему. Теперь переходим к римлянам 9 глава с 30 стиха. По 10 главу, 21 стих. В предыдущем разделе Павел говорил об отвержении Израилем Ишуа как Мессии в свете Божьего суверенитета. Римлянам 9, 30 по 10 глава, 21 стих. Хорошо. Это из главы 9, 30, до 10, 21. Хорошо? В втором разделе Павел теперь говорит о том, почему Израиль отпал от своей собственной человеческой ответственности. Уклонился от своей человеческой ответственности. И этот раздел, он разделен на четыре важные мысли. Первое — это ожесточение людей. Упрямость, упрямство людей. И второе — это пренебрежение как бы вот этим путем спасения. Третье — пренебрежение Израилем всемирной сути спасения. Вселенской сути спасения. И второе — пренебрежение израилем повторяю просто. Второе — пренебрежение путем спасения со стороны Израиля. Или каналом спасения. Путем или каналом. Третье — пренебрежение израилем вселенской сути спасения. спасения. Ну, что спасение для всей земли, а не только для Израиля. В этом, я так понимаю, смысл. И четвертое — пренебрежение Израилем всемирной проповеди Евангелия. Что проповедь Евангелия для всего мира, скажем так. Первое — упрямство народа. Это 9 глава с 30 по 33 стих. Павел начинает с того, что он описывает определенный парадокс. 30 и 31 стихи. Итак, что же скажем? Вот что. Язычники, хотя и не стремились к праведности, обрели праведность, но в основе этой праведности доверие Богу. Тогда как народ Израиля, хотя и продолжал неотступно следовать Торе, предлагающий праведность, так и не достиг того, что предлагает ему Тора. то есть здесь речь о человеческой ответственности. В 30 стихе говорится, что у язычников не было закона праведности, чтобы пробудилась их совесть. то есть... То есть у язычников не было закона праведности, чтобы пробудилась их мораль, так как это было у евреев. То есть смысл Торы заключался в том, чтобы показать людям, что заставить их почувствовать, ощутить, что они отходят от праведности. Тора было предназначено для того, чтобы пробудить народ, пробудить евреев в отношении этого факта, что они отходят от праведности. А язычники даже не искали того, чтобы приобрести эту праведность как евреи. И все вот эти правила и законы, которых придерживались евреи, это попытка приобрести эту праведность через поступки, через дела. Другими словами, евреи пытались достичь праведности только как бы с точки зрения человеческой. Язычники же приобрели праведность, потому что они пришли не через дела к Богу, а благодаря вере. Потому что 31 стих еще говорит нам о том, что Израиль, хотя и продолжал неотступно следовать Торе, предлагающей праведность, так и не достиг того, что предлагает ему Тора. И Павел дальше продолжает объяснение этого парадокса в 32 стихе первой части. Он говорит, почему они не получили эту праведность? Потому что они искали ее не по вере, а через дела. Другими словами, они пытались достичь праведности не через веру, не через поиск этой праведности через веру, а через просто дела, через ритуал. Но со стороны Бога смысл заключался в том, что они могли получить это по вере, а не через дела. Через доверие Богу. Но они доверяли только тому, что они делали. И в итоге это привело к тому, что они не смогли достичь праведности. даже несмотря на то, что они делали все, что могли, чтобы добиться этой праведности, у них не получилось. Потому что они пытались достичь праведности только через то, что они хотели делать. Но язычники, они даже не имели представления об этом. Но в итоге приняли это через веру. И приобрели то, чего искали. Окей, прервемся здесь. Они приткнулись о камень приткновения, как говорит об этом Танах. Вот я полагаю на Ционе камень, о который люди приткнутся, камень, который станет для них ловушкой. Но тот, кто поверит ему, не будет уничижен. Окей, the results of seeking salvation through works and not by faith is given in verse 32b. То есть, результат вот этого вот поиска спасения по делам, а не через веру, он описан в конце 32-го стиха. Окей, it was Israel's avoidance of faith and insistence upon works that caused the problem. То есть, проблема вызвана тем, что Израиль настаивал на делах, а не на вере. Это камень приткновения. Это камень приткновения. И вот это приткновение, оно заключается в том, что Израиль не поверил в спасение через веру в Ишу и Мессию. в праведность через Ишу и Мессию. То есть, вот это вот отношение, вот это поведение поиска праведности через дела привело к тому, что они отвергли Ишуа как Мессию. Павел здесь пытается еще раз доказать и объяснить, что спасение дается по благодати через веру. Excuse me. In this verse, Ишуа became the stone of stumbling, because they must trust him for salvation. И здесь он снова говорит о том, что Ишуа стал камнем приткновения, ибо нужно было, чтобы они ему верили как источнику спасения. И по каким-то причинам это оказалось весьма сложным. Даже для некоторых из нас. и всегда кажется, что нам что-то нужно сделать. Но на самом деле это неправильный способ для того, чтобы прийти к праведности. святого спасения. Многие из нас, даже сегодня, как верующие, живут в такой клетке. Даже некоторые сегодня, мы как верующие, живут в своего рода такой клетке. Потому что мы пытаемся достичь своего собственного совершенствования и своего собственного спасения. Но тогда, когда мы понимаем, что нам не нужно делать что-то для спасения, что Ишуа все сделал для этого, то это выглядит так, как будто бы огромный груз снят с наших плеч. Это не значит, что мы должны перестать делать хорошие дела. Но это приводит к совершенно другому мышлению и поведению. И таким образом мы совершаем хорошие дела не для того, чтобы достичь спасения или удовлетворить Бога, но мы делаем это из чувства любви к Нему. Потому что Он, прежде всего, возлюбил нас. А потом мы возлюбили Его. Когда они не смогли уверовать в Него, когда они приткнулись от Него. И таким образом они не смогли получить ту праведность, которую Он дал, приготовил для них, предложил им. Если мы смотрим на жизнь Ешуа и на его способы общения с саддукинами и фарисеями, то очень часто это было как раз вот об этих вещах. Он говорил о том, например, что послушайте, поверьте, что Я пришел от Отца, примите это и тогда сможете ходить в спасение. Но они отвечали, если перефразировать, что нет, мы должны совершать все эти дела и тогда мы получим, мы одержим эту праведность. И совершая все эти поступки, предписанные Торой, все эти инструкции, они приткнулись. Okay. In verse 33, Paul quotes from Isaiah 8, verse 14. 33? Yeah. In verse 33. Romans. Okay. Are you with me? Yeah, because I have the outlines that 33 is Isaiah 28, 16. doesn't matter. Павел говорит, Павел в 33 стихе цитирует Исаия 8, главу 14 стих. Okay, let's take a look at that then. Давайте откроем. 8, verse 14. What does it say? Исаия 8, 14, 14 стих. And he shall be for a sanctuary, but... And he shall... Sorry. And he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling and for a rock of a fence to both the houses of Israel, for a sign and for a snare to the inhabitants of Yushalayim. This confirms this twofold attitude of both stumbling and rejection. И здесь как бы описаны два вот этих вот неправильных отношения. Это притыкание и отвержение. Yeshua's offer of salvation by pure faith in him, apart from works, proved to be two things. A stone of stumbling and a rock of a fence. Okay? That phrase about Yeshua. Yeshua's offer of salvation by pure faith in him. Yeshua предложил спасение через чистую веру в него. Apart from works, и эта вера, она не касалась дел. Proved to be two things. И все это вместе, оно доказывает две вещи. A stone of stumbling and a rock of a fence. Указывает на две вещи. На камень... Just a second. На скалу, с которой падают, и камень, о которой притыкаются. Okay? They stumbled over the doctrine of salvation by grace through faith plus nothing. Они, евреи, приткнулись об эту доктрину о спасении через веру без всяких дел. And then they were offended by it. И потом они соблазнились из-за нее или были обижены из-за нее. Okay? So, this is what happened. Вот что случилось. If you look at the interaction between Yeshua and the Pharisees and the Saddukees and the Jewish writers of the time, then you constantly see this battle. то можно увидеть как бы эту дискуссию, эту битву словесную. И потому что Ишуа говорит, что уверуйте в меня и тогда... Но они говорили, что у нас есть Тора и мы должны следовать ей. Затем Павел также цитирует Исайя 28, 16. Okay? В отношении тех, кто уверовал. Okay? Исайя 28, 16. Says, Therefore thus, this is what the Lord says, Behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a stone which has been tried, a precious cornerstone. It is a sure foundation. He that believes shall not make haste. И потому создатель Господь Всемогущий сказал, Я на земле Сиона поставлю камень краеугольный, драгоценный и крепкий. На нем все будет держаться и не разочаруются доверившиеся ему. Okay? This makes clear concerning those who believe they will not be ashamed of the doctrine of salvation. Здесь четко говорится о том, что верующие не постыдятся вот этой доктрины о спасении. The Jewish remnant which believed in Yeshua as Messiah остаток праведный остаток евреев, которые веруют в Yeshua как в Мессию. For them this was not a stumbling block. Для них Yeshua не является преткновением. It was not a rock of a fence. И также это не скала соблазна. Он является святыней для них. Isaiah 8, verse 14. And the preciousness which is talked by 1 Peter 2, 1 to 10. И он драгоценность, о которой говорит Петр 1 Peter 2, 1 to 10. 1 Peter 2, 1 to 10. The picture of Messiah as a stone as stumbling and a rock of a fence was first taught by Isaiah and later developed by Paul and Peter. All three point out the distinction between those who believe and those who do not. and their relationship to this stone. Again, throughout these chapters Paul was not distinguishing between Israel and the church or between Jews and Gentiles or between Jews who believe and Jews who do not. But between Jews who believe and Jews who do not. So for those who did not who did not believe in Yeshua he became that stumbling block and a rock of offense. He is the one in whom they put their faith and trust. He is the one in whom they believed and who they believed and who did not believe in себя. Okay, the next thing we are going to look at is Israel's ignorance of that channel of salvation. Следующий пункт, о котором мы сейчас поговорим мы записывали это пренебрежение Израилем путей спасения или канала спасения. And then we turn to Romans 10 это мы переходим к римлянам 10 главе с 1 по 11 сих. Okay? After dealing with this whole idea of the stumbling of the people после того, как Павел говорит о преткновении или упрямстве народа Павел then begins to spell out the reason behind it. Павел раскрывает причину этого. It was due to ignorance это из-за пренебрежения. And each line of this ignorance is based on the next on the one which is below it so it builds. И каждый каждый аспект этого пренебрежения он основан на предыдущем. As we said very much in the beginning Paul had a tremendous desire to reach the Jewish people. Как мы говорили вначале у Павла есть невероятное желание достичь еврейский народ. Okay? We read in Romans 10 verses 1 and 2 Brothers, my heart's deep desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. For I can testify to their zeal for God but it's not based on a correct understanding. that God's plan is still in motion. is saying here that they had a tremendous zeal for God they were seeking God they were trying to pursue God but that pursuit was based on a misunderstanding or a non-correct understanding. as he begins here to explain the ignorance of the channel of salvation He talks of his great desire He talks of his great desire with himself. So, he связывает себя со всеми верующими братьями. about that burden and desire Paul says that he was in supplication which is a very interesting English word means to really plead with God So, it was very intense So, he was very постоян in this and the thing for which Paul kept praying is that Jewish people might be saved. And what Paul kept praying is that Jewish people might be saved. in verse 2 Paul then gives witness for the Jewish people He tells us that they have a zeal for God and this is actually the cause of Paul's pain because their zeal is not based on a good understanding потому что их ревность не основана на правильном понимании недостаточно искренности просто в то в что вы верите вера ваша должна быть основана на правильном понимании и таким образом этот стих является ключевым для этого раздела точно так же как Римлянам 9.6 был ключевым стихом для целого первого раздела где говорилось о том что хотя еврейский народ знал о Боге они не узнали Бога в Мессии Ишуа а это невероятно важно и критически для получения спасения Павел использует два слова одно из этих слов означает знание а другое слово означает полное знание в оси 4.6 дается причина почему Израиль потерян причина в истинном недостатке духовного познания затем Павел продолжает говоря о разнице между праведностью по закону и праведностью через веру он начинает с праведности по закону с 3 по 5 стих he says For since they are unaware of God's way of making people righteous and instead seek to set up their own they have not submitted themselves to God's way of making people righteous for the goal at which the Torah aims is the Messiah who offers righteousness to everyone who trusts for Moshe writes about the righteousness grounded in the Torah that the Поскольку они не знают Божьего способа оправдания людей, а вместо него изобретают свой собственный, они не подчинились Божьему способу оправдания людей, так как цель, на которую указывает Тора, это Мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу. Ибо Маше пишет о праведности, основанной на Торе, что человек, исполняющий все эти заповеди, и будет поистине жить через них. Снова же Павел подчеркивает, что Израиль не смог достичь спасения, основанного на законе. И в третьем стихе он указывает на то, что они не достигли собственной праведности, потому что не познали Божью праведность. И здесь есть как бы утверждение оправдания для тех, кто верит. Евреи не искали того, чтобы стать праведными через веру. Они же пытались изобрести свой собственный способ достижения праведности. Они пытались утвердить свою собственную праведность через собственную славу своими делами. Это значит, что они отказывались подчинить себя праведности Божьей. Потому что Божья праведность приходит через веру, через благодать по вере, без добавления чего-либо. Таким образом, это привело к активному непослушанию со стороны Израиля. В четвертом стихе Павел дает причину этому. И он говорит, что цель закона — это Мессия, и цель праведности есть Мессия. И вот это слово, которое здесь у нас написано, что «конец закона», это на греческом значит «телос». Которое может переводиться двумя способами. Первое — это как бы отмена или полное уничтожение. Что и с другими словами, что Мессия является уничтожителем закона или отменителем закона. Но также это слово может переводиться как «цель». Что цель закона Целью закона является сам Мессия. Сам по себе закон не закончился. Но закон был предназначен для того, чтобы привести человека в познание Ишуа как Мессии. И в других местах Писания мы можем увидеть, что оба эти значения имеют силу и истины. А Мессия был целью закона, чтобы человек пришел к вере в Него. Это Галатам 3, 10 стих. До 4 главы 7 стиха. Галатам 3, 10 по Галатам 4, 7. Но также, то есть второй смысл, что смерть Мессии привела закон к его окончанию. 2 Коринфянам 3, 1 по 18 стих. И Евреям 7, 11 по 18 стих. Прочтите дома сами. Но в любом случае, Израиль не устоял в обоих аспектах. Они были не способны признать Ишуа как Мессию и как цель закона. Так же иудеи не смогли признать то, что закон был окончен с приходом Ишуа и с тем, когда он дал нам свою жизнь. И закон сам по себе не был никогда средством получения спасения. Закон был предназначен для того, чтобы указать на того, кто даст нам спасение. They also failed to realize that the law was rendered inoperative and that Yeshua was to be seen as the one through whom man attains righteousness. They also failed to realize that the law was rendered inoperative, was no longer working. Но они так, евреи также не осознали, что закон прекратил свое существование, он больше не работал. И не увидели в Ишуа того, в котором человек получает праведность. То есть, спасение не по делам. Чтобы доказать свою точку зрения, в пятом стихе, Павел цитирует Левитам 18.5. Левит 18.5, давайте откроем. Левитам 18.5. И вы должны подчиняться моим законам и правилам. Если человек будет их соблюдать, он будет жить. Я Господь. Сам Моисей видел невозможным соблюдением закона. В этом конкретном отрывке нет разницы или контраста между законом и верой. Здесь контраст между праведностью, которая получается через закон, и праведностью, которая получается через веру. Ни один человек не может получить праведность, которая исходит от закона, потому что он не может в совершенстве исполнять закон. И очень явно во многих местах, во многих отрывках Писания, сказано, что единственным способом, каким Бог может вас ввести в праведность, это соблюдать в идеале весь закон. Но человеку это было невозможно. Таким образом, всякий человек оправдывается, если он соблюдает закон через веру. Праведность по закону, она призвана к тому, чтобы человек получал ее, пытаясь соблюдать все заповеди и закона. И такой человек не мог увидеть того, что праведность получается через веру в Мессию. Теперь давайте посмотрим на праведность по вере. Римлянам 10, с 6 по 11 стих. Павел начинает описание праведности по вере в 6-7 стихах. Более того, праведность, основанная на доверии Богу, говорит, «Не говори в сердце своем, кто взойдет на небеса, то есть чтобы привезти оттуда Мессию, или кто сойдет в Шеол, то есть чтобы воскресить Мессию из мертвых». В этих стихах Павел цитирует Второзаконие 30, 12-13. Где Моисей говорит о близости Божьей праведности к нам. Perhaps it's useful to read those verses, Deuteronomy 30, verses 12 and 13. Okay, let's begin from verse 11. «For this commandment which I command you this day is not hidden from you, and it is not very far off. It is not in heaven that you would say, who will go up for us to heaven and who will bring it down, that you may hear it and do it. And it is also not beyond the sea that you would say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very close to you in your mouth and in your heart, that you may do it. You said 12 and 13. Yeah, but I read from 11 to 14. To put it in its context. Okay. Okay. То, что здесь написано, Павел применяет в отношении к Мессии. Чтобы приобрести эту праведность, человеку не нужно ни наверх подняться, ни спускаться в шоу. Потому что данная, вот эта праведность, она вообще не зависит и отделена от человека. Окей? Man does not need to initiate the incarnation to bring Christ down, or Messiah down. Окей? What God did was he sent his son. We do not need to... Yeah? Just repeat this. Man does not need to initiate the incarnation to bring Messiah down, for this has already been done. Nor does he need to initiate the resurrection to bring him up. Точно так же человеку не нужно что-то... Не может человек что-то сделать, чтобы воскресить еще из мертвых. Потому что это тоже уже свершилось. Праведность по вере не достигается человеческими усилиями. Павел цитирует также 30 главу второзакония 14 стих. И мы ее только что прочитали. Verse 8 of Romans says, But what does it say? The word is close to you in your mouth and in your heart. That is the word of faith, which we preach. Римлянам 10, 8 стих. Sorry, just a second. It's Romans 10, 8. Yes. Deuteronomy. В таком случае, что же она говорит? Слово близко к тебе, на твоих устах и в твоем сердце. Здесь говорится о том, что слово на устах и в сердце. И сделано это для того, чтобы показать близость этого слова и доступность. И слово веры есть послание. А субъект послания — это вера. И это послание или Евангелие — это то, о чем проповедует Павел. Павел объясняет дальше одну вещь, которая очень важна в отношении спасения. Это вера. В 9 и 10 стих. Если ты признаешь во всеуслышание, что Ишуа — Господь, и веришь в его сердце, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь избавлен. Поскольку именно сердцем человек продолжает верить и таким образом приближается к праведности, так как устами продолжает открытое признание и таким образом приближается к избавлению. И эти стихи говорят о том, что вера, она будет дальше изливаться в исповедание. Мы говорим об этом. Мы провозглашаем ее и облекаем в слова. Мы исповедуем, что Ишуа есть Мессия. Как Петр это сделал и другие апостолы. В определенный момент они провозгласили, что ты — Господь Бог, ты — Мессия. В сердце нужно верить, что Бог воскресил Ишуа из мертвых. Здесь мы видим такой еврейский оборот. Мстальчик, сердце — это значит, что верить и предыдущие происходят в mismo время. В начале. Мстальчик, можно ли ты почитать про мстальчик? Мстальчик, сердце — это значит, что верить и предыдущие происходят в mismo время. То есть, здесь Павел говорит о том, что если мы устами исповедуем, то сердце верует, и когда мы устами исповедуем, то человек слышит. То есть, вера и исповедание происходят в один момент. То есть, исповедание — это не то, что происходит позже в результате приобретения спасения. Вера в сердце приносит праведность и оправдание. Исповедание Богу. Мы исповедуем нашу веру Богу, и смысл этого исповедания в том, что Ишуа умер за наши грехи. Он был погребен и вновь воскрес. Смысл веры в том, что Ишуа есть Спаситель наш. Вот что исповедует человек, когда он верует, когда он впервые веровал. В 11 стихе Павел говорит о единственном условии для спасения. Ибо процитированный отрывок утверждает, что всякий, кто поверит ему, не будет уничижен. Снова Павел цитирует из Исайи 28, 16. Чтобы доказать, что вера является единственным условием для спасения. Смысл этого отрывка, этого заключения в том, что всемирное спасение или спасение по всему миру приобретается через веру в то, что Ишуа есть Мессия. И он, то есть Ишуа, является каналом или путем этого спасения. Перерыв, потом продолжим. Теперь переходим к мысли о о игнорировании или пренебрежении Израилем вселенского замысла спасения. Римлянам 10, 12-13. Это значит, что между язычником и евреем нет разницы. Адонай один и тот же для всех, щедрый ко всякому призывающему его, поскольку всякий, взывающий к имени Адонай, будет избавлен. Субтитры создавал DimaTorzok The first line of ignorance led to the faulty conclusion Первое вот это вот пренебрежение, которое мы записали, оно привело к неправильному выводу. То есть ко второму аспекту вот этого пренебрежения, о том, что Бог изначально был намерен спасти только евреев. Но Павел уже до этого доказывал, что спасение в Танахе дано тем, кто верит, а не тем, кто что-то делает. И в 12 стихе Павел доказывает, что спасение дано всему миру для тех, кто верит. И именно потому, что спасение дано даром, то есть оно бесплатное, именно поэтому оно является вселенским. И оно дано бесплатно как евреям, так и язычникам. И тогда, когда человек получает спасение, нет разницы. В Римлянам 3, 22-23, Павел говорит о том, что и евреи, и язычники согрешили. Теперь он переходит к мысли о том, что каждый может спастись, как еврей, так и язычник. А другими словами, Господь евреев является и господом язычником. И он щедрый ко всякому призывающему его. Он отвечает всякому, кто к нему обращается. Чтобы доказать, это Павел цитирует пророка Иоиля, 2 главу, 32 стих. Иоанн 2, 32 стих. Иоанн 2, 32 стих. Иоанн 2, 32 стих. Те, кто призовет имя Господа, будут спасены. Спасение придет на горе Сион и в Иерусалиме. И среди спасенных будут люди, которых призовет Господь. Он использует как доказательство того, что спасение дано все и все. Вселенной и всякий, кто призовет имя Господне спасется. В 12 стихе акцент делается на характер Божий. Он Господь всего. И в 13 стихе делается акцент на обещание Божие. И это обещание заключается в том, что всякий, кто призовет его имя, он получит спасение. И сюда входят как евреи, так и язычники. Но Павел говорит о том, что не все различия между евреем и язычником были удалены, стерты. Смысл здесь как раз именно в том, что в образе спасения нет различия. То есть спасение дано одинаковым способом и евреям, и язычникам. Потому что все спасены благодатью через веру. Но пренебрежение Израилем вселенского характера спасения привело их к тому, что они приткнулись о мессианство Иешуа. Так как закон был дан евреям, а не язычникам, евреи ошибочно предположили, что Господь хочет спасти только евреев, а не язычников. И в то время, во времена Танаха, можно было получить, скажем так, спасение только благодаря тому, что люди становились евреями. Язычники должны были пройти обрезание и соблюдать закон. И евреи предположили, ошибочно пришли к выводу, что спасение не было предложено язычникам. И на себя они приняли в полноте все дела закона. Они посчитали, что если они будут соблюдать закон, то они будут спасены. Но как мы уже не раз убедились в этих главах, что спасение никогда не было дано по делам. Спасение всегда основывалось на благодати через веру. Следующее, о чем я хочу сказать, это пренебрежение или игнорирование Израилем вселенской проповеди Евангелия. Римлянам 10, с 14 по 21 стих. Да, это уже четвертый аспект. То есть, второй момент вот этого пренебрежения привел к третьему. Потому что раз Бог предопределил только евреев, то нет и никакого смысла идти проповедовать язычникам. И в этом отрывке еще один момент, еще одна мысль высказана Павлом о том, что это была ошибка евреев в том, что они не приняли то, что Бог намеревался. Это не было Божьей ошибкой. И природа спасения, которая здесь описана, настаивает на том, что проповедь должна быть без отличия. То есть, проповедь должна быть донесена всем. И снова, вот эта вот проповедь Евангелия, которая предназначалась для всех людей, стала тоже преткновением для еврейского народа. Четырнадцатый и пятнадцатый стих. Указывает на связь провозглашения Евангелия. Здесь Павел выстраивает цепочку. «Но как можно взывать кому-либо, если не поверили в Него? И как можно поверить в кого-либо, не услышав о Нем? И как можно услышать о ком-либо, если никто не возвещает о Нем? И как могут люди нести весть о Нем, если только не Бог пошлет их?» Как говорит об этом Танах. «Как прекрасны ноги вестников, возвещающих о добром». И каждый вот этот вопрос в этих двух стихах является связующим звеном в доказательстве Павла. И каждый вывод, он является таким тактическим выводом. И он формирует основания или предпосылки для следующего вопроса. В этих вопросах Павел указывает на четыре момента. Первое. Никто не может вызвать к Богу без веры. Второе. Никто не может быть никакой веры без слышания. В вере должно содержать какой-то смысл. Вера должна иметь содержание, и человек должен услышать содержание того, во что он должен поверить, чтобы на самом деле уверовать. Третье. Нет слышания без проповеди. Люди не могут услышать, если никто не будет говорить. Все просто. Четвертое. И не может быть проповеди, если люди не будут посланы на эту проповедь. Здесь описана очень интересная цепочка событий в этих стихах. И каждое вот это вот звено, оно является предпосылкой выполнения задания. То есть, должна быть вера. И тогда, вера приходит от слышания послания. Должно быть содержание этой веры. Нельзя услышать, если никто не будет говорить. И в конце должен быть кто-то, кто отправит на проповедь. Ешуа проповедовал о Царстве. Он отправлял учеников делать то же самое. А потом апостолы помазали или назначили на это других людей. И сказали им идти и проповедовать Евангелие. Когда были сформированы общины или церкви, они уже посылали людей на проповедь. Церковь в Антиохии отправила на проповедь Варнаву и Павла. То есть, было такое продолжительное действие. И оно дано всем. И я считаю, что мы пришли в такое состояние, когда мы больше не следуем за этими звеньями цепи. Люди приходят в общину, они верят, но они остаются на этом уровне. Они не идут дальше для того, чтобы получить то, что Бог приготовил для них. Вселенское распространение Евангелия является важным источником или важным инструментом для вселенского спасения. И это подразумевает проповедь Евангелия по всему миру. Израиль отверг проповедь. И их пренебрежение стало результатом их отвержения. Затем Павел цитирует Исайя 52. Седьмой стих. Какое счастье увидеть вестника, пришедшего на холмы с доброй вести, возвещающего Сиону. Мир наступил, мы спасены. Наш Бог, Царь. Он говорит, Павел это делает для того, чтобы показать, что Евангелие было проповедано. Но в него не поверили. И это было по причине предыдущих проблем. Это так случилось из-за вселенского... Из-за игнорирования Израилем вселенского характера спасения или смысла спасения. Из-за этого они не смогли проповедовать, нести спасение язычникам. То есть, евреи как бы разорвали цепь событий. Из-за того, что эта цепь была нарушена, язычники не услышали благую весть. А факт, который не был правил для Исраилем. А факт, который не был правил для Исраилем. К факт? А факт... The Gentiles didn't hear the message because they failed to proclaim the message, but this was not true for Israel. They heard the message. Paul shows that the message was heard. By the Gentiles? By the Jews. Okay, sorry, sorry, I've lost my mind. Но Павел говорит, что но евреи сами услышали Евангелие. Okay? In verses 16 to 18 Paul says they did not all hear, they did not all listen to the glad, to the good news. Isaiah said, Lord who has believed our report. Ибо Ишаяху говорит, Адонай, кто поверил услышанному от нас? Итак, вера приходит от услышанного, а услышанное приходит через провозглашаемое о Мессии и Слово. But I say, did they not hear? Yes, they did. Their sound went out into all earth and their words to the end of the world. Но говорю я, может быть, не слышали? Может быть, они не слышали? Нет, слышали. И их голос обошел весь мир. И слова их достигли края земли. Okay? In verse 16, the word that is very often translated listen, В 18 стихе слово, которое часто переводится как «слышали» или «слушали», на самом деле имеет смысл быть послушным. Okay? Listening holds in it the obligation to obey. Слышание само по себе содержит в себе обязанность послушаться. Также оно имеет смысл добровольного подчинения. Okay? Paul points out Israel's failure to voluntarily submit to the demands of the gospel. То есть Павел говорит о том, что Израиль добровольно не захотел послушаться требований Евангелия. And then he quotes Isaiah 53. Затем он цитирует Исайя 53. Isaiah 53. Verse 1. Первый стих. Who has believed our reports? And to who is the arm of the Lord revealed? Кто поверил в то, что мы возвестили? Кто во истину принял Господнее Господнее Откровение? Павел цитирует это, чтобы доказать, что евреи не смогли поверить. This chapter in Isaiah deals with Israel's rejection of the Messiah of Yeshua. Этот отрывок касается, именно говорит об отвержении евреями мессианства Ишуа. В 17 стихе Павел говорит об отношениях между верой и слышанием. И эти отношения заключаются в том, что человек должен получить послание, чтобы поверить в него. Как может человек поверить, если он не услышит этого? И через проповедь или утверждение Слова Божьего и слышание его приходит послание спасения. В 18 стихе Павел говорит о том, что у евреев было послание, они слышали его. И проблема не в недостатке слышания, а в недостатке послушания. Для нас это очень важная мысль, которую нам стоит запомнить. Иаков нам говорит, что мы также должны быть не просто слушателями Слова, но мы должны быть исполнителями Слова. Недостаточно иметь все знания. Нужно применять это. Павел цитирует 18-й Псалом, 5-й стих. Павел цитирует 18-й Псалом, 5-й стих. Павел цитирует 18-й Псалом, 5-й стих. Я не знаю, что это будет, конечно, в русском. Это разнообразие. 19-й Псалом, 5-й стих. Восемнадцать, 5-й стих. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tabernacle for the sun. Но голос обходит всю землю. Слова проносятся по миру населенному. Небо, солнце, шатер. И Павел говорит об этом, чтобы показать, что еврейский народ не имеет оправдания. Он не имеет оправдания в том, что они чего-то не поняли или не услышали. Потому что мы любим оправдываться. Но часто Бог нам показывает, что на самом деле у нас нет никаких аргументов в свое оправдание. Потому что слово, которое... То есть откровение, общее откровение через природу должно было привести их к вере в Бога. Но у евреев было нечто большее, чем просто свидетельство природы окружающей. Само творение уже было как бы благой вестью или посланием к ним. Но также им было проповедано Евангелие. Особое откровение. К тому времени, как об этом Павел писал, Евангелие было проповедано практически во всякой еврейской общине. И это показывает, что они слышали послание. Но выбрали не следовать или не слушаться этому посланию. В девятнадцатом и двадцатом стихах Павел цитирует пророчество из Танаха. Второзаконие 32, 21 И Исайя 65, 1 Эти два стиха, они как бы были предвкушением послания спасения ко всем народам. И смысл этого был в том, что язычники, находящиеся среди народов, получат это спасение. Что же Павел говорит в этих двух стихах? Но говорю я, может быть, Израиль не понял? Я возбужу в вас ревность ненародом. Вызову в вас гнев народом непонимающим. Более того, Исайяху смело утверждает. Я был найден теми, кто не искал меня. Я стал известен тем, кто спрашивал обо мне. И послание, которое отвергали евреи, было тем, которое язычники приняли. То есть, вот эта ситуация, она должна была спровоцировать к ревности евреев. И в одиннадцатой главе, с одиннадцатого по четырнадцатый стих Павел скажет, что эта новая группа — это не народ. Потому что она, эта группа, состоит из верующих со всех народов. Окей, Павел then concludes by quoting from Isaiah 65, verse 2. Потом Павел делает вывод, цитирая Исаия 65, главу 2 стих. Показывая, что хотя Израиль отверг его, Бог все еще относится к Израилю с любовью. Verse 21. А Израиле он говорит, «Простирал я руки мои целый день к народу непослушному и перечащему». Господь держит свои руки открытыми постоянно. И в тот момент, когда Израиль захочет ответить на этот призыв, Господь примет его. Израиль отверг Господа, но Господь все еще ожидает принять Израиль. Теперь переходим к посланию Римлянам 11, главе, с 1 по 36 стих. Это третий большой раздел. И говорит об отмене вот этого отвержения Израилем. И в 9 главе Павел утверждал о том, что Бог силен и способен очень строго и сильно ответить на вот это вот отвержение Израилем. В 10 главе Павел привел все факты касательно этого, чтобы показать, что была нужда, что была необходимость сделать это. И в 11 главе Павел показывает, что Божий план, Божья программа, она исполняется в точности, как должно быть. И идет она к тому, чтобы спасся весь мир в общем и конкретно Израиль. И снова здесь три важные мысли, или три раздела. Первое, что отвержение Израилем, оно не полное, не абсолютное. Второе, отвержение Израилем, оно не окончательное. И в конце концов, мы имеем Павел с Доксологией. Израилем? Павел с Доксологией. Я не имею в виду еще одно слово, извиняюсь. Вы можете объяснить? Мы объясним, как мы идем, и потом мы вернемся к этому. Я скажу, как ты сказал, Павел с Доксологией? Да. Вы можете назвать это? Д-О-Х-О-Л-О-Г-И-Й. И третий пункт, это, ну так и напишите, он потом объяснит, это Доксология Павла. Доксология Павла. Окей. Мы узнаем к объяснению позже. В следующей серии. Окей. Израилем не тотал. Отвержение, итак, отвержение Израилем не является полным или абсолютным. Романс 11, verses 1-10. 11 глава с 1 по 10 стих. Павел говорит. Did God cast off his people? God forbid, for I am also an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Just the first verse? Yeah, just the first verse for Benjamin. Окей. Первый стих. В таком случае говорю я, неужели Бог отрекся от своего народа? Да запретят небеса, ведь сам я сын Израиля, от семени Авраама, из колена Вениамина. Окей, this connects this verse with Romans 10, verse 21. Этот стих связан с 21 стихом 10 главы. Romans 10, verse 21 portrays Israel in unbelief. Потому что 21 стих изображает Израиль в неверии. И Павел начинает с вопроса. В котором сказано, разве Бог отрекся от своего народа? И вопрос основан на утверждении 21 стиха 10 главы. И здесь говорится о том, что люди, о которых сказано в обоих стихах, в первом стихе 11 главе и 21 стихе 10 главы, это один и тот же народ. Народ Израиля физический. И здесь Павел говорит о том, что отвержение Израилем, Ишуа как Мессию, не является полным или абсолютным. Потому что даже сегодня люди из еврейского народа приходят к познанию Ишуа и вере в то, что Он есть Мессия. Очень быстро Павел дает ответ на этот вопрос. И он употребляет очень сильные слова на греческом языке, которые переводятся как «да не будет никогда такого». Проблема не в том, что Бог изгнал Своих людей. И отвержение Израилем, Ишуа как Мессия, не означает, что Бог отверг Израиль. Даже несмотря на то, что они сейчас находятся в неверии, они все еще остаются Его народом. Павел утверждает, что Бог не отверг, не отторг Своя народа. Если бы было так, то ни один бы еврей уже не получил бы спасение. Как первое доказательство, Павел приводит самого себя. И тот факт, что Павел был иудеем, уверовавшим в Ишуа, говорит нам две вещи. Первое. Что отвержение Израилем Ишуа не является абсолютным. И второе. Говорится о том, что Бог не отверг и не отторг Свой народ. И дальше Павел продолжает, говоря о выборе Божьем. Несмотря на то, что большинство не верит, они все еще любимы Богом. Бог не отверг Свой избранный народ. И то, что Павел говорит об избранности Израиля, Богом, в его время, говорит в общем о том, что Израиль остается Его народом. Второй стих, первая часть. Бог не отрекся от Своего народа, который Он предизбрал. Избрание и эти отношения между Израилем и Богом основаны на знании, которые мы имеем ранее. Здесь мы видим, что Бог с самого начала знал, что произойдет. И это очень интересная концепция, особенно если мы позволим ей войти в наши ограниченные умы. Бог не удивлен. Он знает, какой результат, что придет. Вот что значит вот это вот знание наперед. Бог избрал Израиль, несмотря на то, что Он знал, что Израиль отвергнет Ишуа как Мессию. И сама по себе эта концепция, знание наперед, что произойдет, отвергает идею о том, что Израиль отвержен Богом. Бог не изгнал свой народ, и это концепция, которую мы не всегда понимаем. Потому что даже Писание говорит, что мы записаны или как бы выгравированы на ладони Божьей. Если вы попробуете вырезать что-то у себя на ладони, какую-то надпись, то она там останется навсегда. И вот в этом идея того, что Бог не отвергает свой народ. Вот таким образом Израиль записан у Бога. Павел продолжает, показывая, что не он один. Далее он говорит о призвании праведного остатка. Есть множество других евреев, которые пришли к вере в Ишуа. В прошлом и в настоящем. Павел приводит исторический пример Элайджа. Начиная со второй части второго стиха по четвертый стих. Разве вы не знаете, что Тона говорит об Элайджа? Как он плачет с Богом против Исраил? Пожалуйста. Разве вы не знаете, что Тона говорит об Элиягу? Тот жалуется Богу на Израиль. Адонай, пророки Твои убиты и жертвенники Твои разрушены. Лишь я один остался. А теперь и меня хотят убить. Но что ответил ему Бог? Я оставил себе семь тысяч, чьи колени не преклонились перед Баалом. И смысл здесь в том, чтобы показать, что у Бога всегда был праведный остаток. В определенные времена этот остаток мог быть очень маленьким. А отступники могли быть в великом множестве. Но не все евреи были в отступлении. И смысл, который хочет донести Павел через этот пример с Ильягу, заключается в том, что всегда был праведный остаток. И этот праведный остаток, он имел эту веру ко спасению. Во времена Ильягу было только семь тысяч, которые составляли праведный остаток. И с момента проповеди Иешуа ничего не изменилось. Потому что в большинство, во всей истории, в Израиле, большинство находилось в неверии. Здесь мы остановимся на сегодня. И продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова